Если в зале попотеть, можно в космос улететь. Умную одежду, разработанную самарскими учеными, скоро будут использовать космонавты. Костюм оснащен датчиками, которые считывают мышечные сигналы при изменении положения тела в пространстве, а также скорости, с которой перемещается человек. На экране планшета появляется график, по которому видно, как напрягалась каждая отдельно взятая мышца в определенный момент времени. В результате тренер корректирует нагрузку, чтобы восстановить те мышцы, которые недорабатывают, и снять напряжение там, куда приходится чрезмерная нагрузка. Сначала тренируем космонавта, готовим к полету. После того, как он возвращается с полета, необходима послеполетная реабилитация. Как верно заметили, происходит частичная атрофия мышц. Соответственно, нужно восстановить до того же уровня, который у него был до полета. Чтобы понять, какой же у него уровень был, лучше использовать костюм, где есть числовые показатели мышечного напряжения, плюс есть показатели, насколько симметрично работают группы мышц парны. В основу костюмов, разработанных для подготовки космонавтов, легла умная одежда для спортсменов, а также для пациентов, которые восстанавливаются после инсульта или после травм, связанных с опорно-двигательным аппаратом. При застарелой травме у человека складывается неправильная культура движения в результате защемления сустава или неполной амплитуды движения. Для того, чтобы восстановить ему полную амплитуду движений, надеваем костюм, замеряем, какие мышцы взяли на себя распределение нагрузки с того сустава или той конечности, либо той мышцы, которая не работает в полную силу. Соответственно, выравниваем сначала вот эти окружающие мышцы, чтобы они начали работать так, как изначально было запланировано в теле человека. После чего врач дает лечебную нагрузку на конкретную мышцу. Один из разработчиков «Умной одежды» Андрей Сингелейцев занимается в зале, играет в волейбол. Говорит, испытал костюмы в деле и убедился – результат есть. Все довольно-таки комфортно. То есть я без каких-либо нагрузок со стороны одежды могу делать упражнения. То есть движения у меня свободные, материал приятный для кожи и, в принципе, тренировка проходит с удовольствием. Тренировочные костюмы сейчас тестируют специалисты Центра подготовки космонавтов и Центра НТИ «Бионическая инженерия в медицине» сам КМУ. Эксперименты продлятся несколько месяцев, после чего «Умная одежда» выйдет на новую орбиту. Виктория Шарая, Николай Пифанов, События.